Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 июля, день Евфимии, назван в честь воспоминания чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Чудо произошло от честных ее мощей во время 4-го Вселенского собора святых отцов и было для них знамением. В день святой памяти ее, в который она пострадала за Христа, каждый год текла из честных мощей ее кровь, как будто только что вытекшая из рам. Кровь была весьма благоуханная, как будто бы смешанная с драгоценным миром и исцеляла всякие болезни. Само чудо заключалось в следующем. Написали два свитка, правоверные свой, а зловерные свой. Запечатали своими печатями. Открыли гроб святой и положили оба свитка у нее на груди. Закрыли гроб, приложили царскую печать, приставили стражу и три дня постились и молились. На четвертый день пришел царь и весь собор к честному гробу святой. Сняли царскую печать, открыли гроб и увидели, что свиток правоверных святая великомученица держала в правой руке, а свиток зловерных лежал у нее в ногах. Удивительное всего было то, что она протянула руку как живая, подав царю и патриарху свиток правым исповеданием. Итак, наступило время страды и гроз. Сегодня спешили убрать рожь и собрать сено в копны. Приметы. Если на Эфиме гром прогремел, будет хорошая рыбалка. Чем больше щавеля на грядках, тем теплее будет зима. Ну я действительно стараюсь следовать правильному питанию. Я стараюсь питаться приготовленным на пару и следую относительно раздельному питанию. То есть белки отдельно... На пару и раздельному питанию. Сразу же с учетом целебной кулинореи, там оказывается, возможно, малый процент энзимов, ферментов, которые как раз и руководят всеми процессами организма жизненной. То есть на пару. Все-таки какие-то вещества уничтожаются. Да? И еще что-то? Ну и стараюсь пить свежевыжатые соки. Свежевыжатые. Но не натощак. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А какой ваш любимый там овощ или там... Ну, учитывая, что у Чехова ружье висело на стене, выстрелило. Смотрю, у вас лежит моя любимая морковь. Вообще-то я... Мне нравится вообще, во-первых, цвет моркови. Он такой оранжевый, такой жизнерадостный. Вот это хорошо, действительно. Солнечный. Я сама овен, родилась в апреле, поэтому мне нравятся такие... Продукт, в первую очередь, действительно влияет своим цветом. Ну и, соответственно, насколько я знаю, там есть витамин С. Витамин С? В достаточном количестве. Морковь? Да. И говорят, что он способствует тоже улучшению пищеварения, если я не ошибаюсь. Немножечко ошибаетесь. Дело в том, что морковь в основном ценят за то, что здесь много каротина. А, да, вот каротин, правильно. Который превращается в витамин А, а уже витамин А дальше уже делает нашу кожу красивой. Там ногти, слизистые оболочки. И, кстати, он еще защищает, вообще морковка защищает, от разного рода онкологии и считается хорошим противоязвенным фактором. Значит, я правильно, интуитивно, как человек творческий, вы сразу почувствовали, какой продукт вам больше всего поможет. И, кстати, если говорить о полезных свойствах моркови, то они объясняются ее богатым составом. Там есть и витамины группы В, правда, маловато, но есть. Витамин ПП, который делает наши сосудики крепкими, чтобы они нормально реагировали. Чтобы не ломались, были эластичны. Витамин С есть, витамин Е есть, витамин К и особенно много каротин. Каротин сначала работает по слизистым оболочкам, по коже и так далее, а дальше начинает нас защищать от разного рода онкологии. Поэтому морковочку вы подобрали то, что надо. И, кстати, мы с вами сегодня в нашей кулинарии целебной, знаете, что приготовим? Что? Суп. Из моркови. Да. Ну... Будем варить. Честно говоря, знаю, что ее добавляют в супы. 22-й лунные сутки. Энергетика антихлонных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!